Они считают себя настоящими мачо, любимцами женщин. Шизубы, лысый дед. А со своими супругами поступают как предатели и аферисты. Старый пень, трухлявый. Ради своих пассий подделывают документы, отправляют жен в психушки. Мы сейчас будем шить ей шизу. Шантажируют и угрожают физической расправой. Убьёт, отрубит голову и подарит мне на день рождения. Как не остаться у разбитого корыта, если у мужа от нахлынувших чувств вдруг съехала крыша? Ольга, я только тебя люблю. А это дрянь. Об этом смотрите прямо сейчас. Муж москвички Светланы Островой вдарился в астрологию. И звёзды послали ему новую любовь. А куда же девать прежнюю? Конечно же, списать в утиль. Познакомилась Светлана Григорьевна со своим будущим мужем на работе. К ним в институт он пришёл преподавателем. После 10 лет конфетно-букетного периода они не только поженились, но и обвенчались. То есть этот человек объяснялся мне в любви не просто каждый день, а каждый час. За 22 года совместной жизни супруги приобрели две квартиры. Двушку в Митино, двушку в Сходне, машину Рено Логан и домик в Болгарии, в Варне у моря, где и поселился на тот момент уже вышедший на пенсию Адамов. В тот момент как раз Дмитрий Павлович потерял свой бизнес, и он 4 года был без работы. Служу ему верой и правдой, я его не обманываю, не гуляю, работаю, деньги приношу за домом, слежу за ним, слежу. Значит, все говорили, о, он как киноартист у тебя ходит. Жена баловала здорового мужика как дитя. Привозила ему из Москвы деньги, которые он тут же нёс в банк и клал на свой счёт. По словам Светланы, Адамов похорошел, стал бегать по утрам на набережной Варны, занялся пауэрлифтингом, делал маникюр и ходил на приём к астрологу. Им кажется, что они опять юны. Это, ну, такая эйфория, мне кажется. Все разговоры с астрологом Адамов записывал на диктофон, который в очередной приезд в Болгарию и нашла Светлана. От услышанного женщину чуть не хватил удар. Решают вопрос, как меня обмануть при продаже вот этого дома? Когда ему производить развод? Значит, как это будет лучше? Какая ему женщина больше подходит? И перечень, значит, женщин. Кто там они там по знаку зодиака? Выбор звёздного гуру пал на хохлушку из Харькова Тамару Хусаинову. Она сразу в отсутствие жены навела там свои порядки. А приходовала супружескую спальню. И когда Светлана Григорьевна снова приехала в Болгарию с решением подать на развод и продать дом, ей указали на дверь. Она мне сказала, что мадам пошла вон, теперь я здесь хозяйка. И я сказала, что хорошо быть хозяйкой на всём готовом. Рубль вход в отношениях в браке, а два рубля выход. Эти два рубля нужно прям заранее подготовить и успеть их выдать. Для того, чтобы зайти в свой собственный дом, Светлане пришлось вызвать полицию. Но когда стражи порядка уехали, Тамара Хусаинова полезла в драку. Я тебе сейчас разобью башку твою и мозги по стенке размажу. Значит, тебе не будет никакой сделки. Хусаинова избила меня. И я была вся в синяках. С большим трудом сделка состоялась. Деньги от продажи дома супруги поделили пополам. Светлана вернулась в Москву, и здесь её ждал ещё один большой привет от Адамова. Оказалось, что две московские квартиры проданы, в том числе и та, в которой она проживала. В них поменяли замки и вывезли все её вещи в неизвестном направлении. Ни мебели, ничего нет. Там были мои личные вещи. Теперь этого ничего нет. Сколько горюшко пришлось хлебнуть бедной супруге, которая наверняка в это время мыкалась по съёмным квартирам, не понимала, что делать, душилась от горя и печали. Выяснилось, что Адамов при продаже квартир не поставил Росреестр в известность, что собственность была куплена в браке. А сотрудник, проверявший документы, почему-то про это не спросил. Вот эти обстоятельства надо выяснять, почему Росреестр не запросил эти документы. Они, конечно, могут говорить, что там по закону мы там не обязаны. Ну как не обязаны? Обязаны. История получилась скверная. Оставшись безо всего с одним чемоданом, Светлана Григорьевна написала заявление в полицию и начала биться за квартиры. И сейчас она непонятно где живёт. Это тоже не дело. Не делается так. Взять и продать. Тем более завести там любовницей. Даже представить себе было невозможно, что вот это всё выльется вот в такую историю. Девять месяцев супруги делили совместно нажитое имущество. Адамов дистанционно сидя в Болгарии, а Светлана в Москве. В результате этого побоища суд вынес решение признать все сделки недействительными, чем вызвал страшное недовольство адвоката Адамова. Ну кому же захочется отдавать деньги обратно? А вы не боитесь, что в рамках этого гражданского дела вы можете попасть под уголовную статью мошенничества, как минимум? Кто? Ну вот вы, например. Да. А ваш доверитель Адамов. Да нет же. Почему? Потому что это не уголовное дело. Это раз. Второе. Не это. А я уже давно ничего не боюсь, вы знаете. Мне 67-й год. А, то есть только по этой причине? То есть возраст даёт право обманывать других? Так что ли получается? На этот вопрос Сулейманов отвечать не стал и рванул прочь так, что чуть не угодил под машину. Вы совершаете административное правонарушение? Тут нет пешеходного перехода. Какой же вы юрист? А я думаю, что здесь речь идёт о так называемом синдроме уходящего поезда. Ему кажется, что у него осталось 3 года, 5 лет, а дальше он, конечно, сможет возить в Болгарию женщину на квартиру, но ничего хорошего он ни в Болгарии, ни в других местах земного шара с ней сделать не может. Поэтому надо будет действовать быстро, жёстко и решительно. Любовь, похожая на сон, только очень страшный. Он уже неоднократно её угрожал, что сдаст её психушку, убьёт, отрубит голову и подарит мне на день рождения. Шведская семья. В одной комнате жена, в другой комнате возлюбленная. Галина Ельмесева из Нижнего Новгорода утверждает, что таким необычным способом муж решил выгнать её из квартиры. Они заняли спальню. В спальне стояла кровать моей дочери, мои вещи. Они наглым образом всё взяли. Главный предмет раздора всегда был квартира, которую он хотел забрать. В эту маленькую хрущёвку под бок к бывшей жене Михаил Ельмесьев привёл свою новую любовь. Старая супруга приводила мужика в бешенство. И они с новой пассией перестали пускать её в квартиру. В надежде, что Галина не выдержит, соберёт поживки и уедет к дочери в Москву. Открывай дверь. Чё, милицию, что ли, вызывать мне? Выключи. Ни детям, никому. Выключи. Убивает, убивает. Выключи. Ежедневные вопли Галины под дверью возмущали соседей. И Михаил сменил тактику. Вот этот холодильник он забил вот этими всем бутылками, банками, тряпками, чтобы мама не ела, не пила. Чтобы она вообще не заходила, чтобы она не жила. Когда она выходила сюда, он ей давал пинком, он ей давал затрещин. С кухни всю посуду стащили. Сковородки, ложки, всё моё, всё-всё забрали. От такой наглости беззащитная женщина вообще перестала выходить из своей комнаты. Там и продукты хранила, и готовила. Но с квартиры не съезжала. Все вот эти вещи, какие-то кастрюльки, ещё что-то лежит здесь, как у бомжа какого-то. Потому что она не могла своей квартирой пользоваться, она не могла ничего делать. Михаил Валентинович, расскажите, да что у вас здесь? Что это такое? У неё после материнской комнат квартиры, у вас замазь осталась шикарная. А у меня нет ничего. А детям, а детям чего? Ты гараж забрал, комнату одну тоже забрал. Теперь бывшая сидела тихо и не высовывалась. В ванной не мылась, а в туалет кралась тихо, как мышка, по ночам. Этот факт ещё больше злил пенсионера. Она, как назойливая муха, мешала ему раствориться в чистой и светлой любви. Он набросился на меня, толкнул сначала, потом взял за шею, ещё раз толкнул, я вот упал, сюда стукнул два раза по голове. И говорит, Лена, вызывай психушку. Через некоторое время врываются мужчины, они её хватают, закручивают за руки, делают ей ухо, привязывают ей ноги-руки, не дают ей позвонить, не дают ей воды. Несколько дней подряд дочь Анна не могла дозвониться до матери. Её телефон подозрительно молчал. Отчаявшись, девушка купила билет на самолёт и вылетела в Нижний на поиски пропавшей женщины. А какая она вышла из больницы? Я сейчас вам покажу. Она вышла из больницы. Вот. Вот. Она была вся синяя. В полицию Анна ходит и летом, и зимой, как на работу. Стражи порядка заявления принимают, но считают, что супруги сами должны разбираться в своих трязгах. Никто ж никого пока не убил? Она, Леварь, сможет прокомментировать данную ситуацию, почему они не реагируют на обращение жительницы? Какой жительница? Вот. Вы же слышали, у человека принимают заявление, принимают по ним процессуальные решения. И закрывают. Если человека не устраивают эти решения, то не надо шоу здесь устраивать и вывливать на дежурного всё это. А то, что говорит человек, это всё слова. Это не слова. У меня целая папка документов. Я ещё раз сказал вам, пожалуйста, если вас не устраивает постановление, обжалуйте их прокуратуре. Что непонятного? Прокуратура передала дело снова в полицию. Полиция закрыла. Не допросить свидетелей, не допросить пострадавших, не допросить меня. Если вас не устраивает решение, которое принято в постановлении, обжалуйте их прокуратуре. И так постоянно. И так было несколько лет. То, что мою маму уже отец чуть не убил. Избивал, убивал. И полиции было всё равно. Анна утверждает, что её отец неоднократно пытался отобрать квартиру, угрожая её матери, своей бывшей жене, расправой. Он наглым образом требовал с меня 3 миллиона рублей и говорил, что если вы не отдадите, я отрублю голову твоей матери, всё равно её убью или сдам психушку. Ни на какие 600 тысяч, которые мы ему предлагали за его долю, он не соглашался. Вообще стандартная ситуация, поскольку когда люди расходятся, им нужно просто первое, что сделать, это разъезжаться. Вы только будете нести потери. С каждым годом эта потеря будет больше и больше. Несмотря на что, просто берите, разъезжайтесь и забывайте про это, как страшный сон. Этот любвеобильный мачо обобрал несколько своих гражданских жён. Они свято верили, что живут с большой шишкой, столичным прокурором. Он такой хороший, был обеспеченный человек, ему нужна семья. То есть у неё как бы серьёзные отношения. Анна до сих пор не верит, что её бывший никакой не прокурор. Дело шло к свадьбе. Оставалась малость сделать ремонт в новой квартире. Он стал просить деньги. То есть, а, может там мне помочь с деньгами на ремонт? Там они должны были положить из Оникса, сделать что-то. На неё опять неправильно сделали. Сначала плитка из Оникса, потом паркет из дуба. Конечно, будущая хозяйка мифической квартиры отдала последнее. Но когда деньги были в кармане мачо, он заболел и срочно улетел лечиться к морю. С другой женщиной. Знаете, он как-то быстро это сделал, то есть в один день. Я как-то, знаете, такой думаю, нифига себе до этого лежа с кровати встать не мог вообще просто валяться. Да, а то взял собраться и улетел. И потом я поняла, что меня обманули. Смотрите далее. Седина в бороду без в ребро. Как быть, если новая любовь требует квартиру? Я просыпаюсь на том этапе, что, переворачивая её на спину, мы сейчас будем шить ей шизу. Когда-то они все были соперницами, а теперь союзницы. Каждую из этих женщин нижегородец Валерий Баранов обобрал до нитки. Сначала они были его любовью, а потом стали добычей. Он облезлый мачо. Старый пень, трухлявый. Жаль, что его нахер никак боженька не приберёт. Беззубый, лысый дед. Я не знаю, почему все женщины клюют на него. А вы почему клюнули? Не знаю, вот заговорил чем-то. Заговаривал зубы Баранов всем своим женам. Но потом они быстро ему надоедали, а уходить к другой с одним чемоданом он не привык. Не царское это дело. У Елены Медведевой он обчистил квартиру. Он вырезал решётку у неё на первом этаже, на лоджии. Украл всё драгоценное. Шубу норковую, ноутбук, дублёнку. После Елены Медведевой Баранов ушёл к Елене Пасохиной. Та женщина тоже, как сказать, бухгалтер. Должность хорошая была. Должность Елены Пасохиной позволяет супругам жить на полную катушку. Не экономить. Но прожив с новой женой какое-то время, Баранов опять потянулся к другим берегам. И он стал тщательно готовить отступление. Неужели женщины на сегодняшний момент так всё плохо? Посмотрите вокруг. Кому вы доверяете? Поэтому мне очень жалко. Искренне жалко. Это сейчас Пасохина знает про Баранова всё. А тогда она ему ещё верила. И когда муж попросил дать денег на новый автомобиль, она согласилась. Я не знаю, как он меня уговорил её купить. Я как раз продала дому деревню, получила страховку. Ну вот, я ему отдала наличие 500 тысяч рублей. Я никогда не думала, что вот бывают такие козлы, которые так поступят с виду. Он довольно-таки милый человек. Вот на него вот посмотришь, скажешь, ну там это, ну мужик и мужик. У следующей жены, Елены Булановой, Баранов отхватил квартиру. Вот эти два окна моей квартиры, бывшей. У меня окна. Были старые окна, он поставил пластиковые. Видите, как всё хорошо. Для себя старался. Воспользовавшись безграмотностью девушки, он попросил оформить на него генеральную доверенность. Так как Елена погрязла в долгах за коммуналку. Чтобы тебе с бумажками не бегать, ты напишешь на меня доверенность. Я буду ходить по судам везде, разбираться с этими долгами, с квартирой. Потому что нечего с ним связываться было. А кто знал-то, что он такой? Надо советоваться с людьми-то. О том, что Баранов не ангел, убедились все его бывшие жены. Дамочки объединились и отправились писать жалобу в полицию. Они пишут друг на друга заявления. Они все бывшие мужья и жены. Вот, разводятся каждый день, каждый день женятся. Глупости какие-то говорите. Ну да, бабы все любят ушами. Да, женятся, да, все хотят выйти замуж. Мне 50 лет, я тоже хочу выйти замуж за генерала. Но еще никто не берет. Вот это, куда ей деваться? Она бомж, она превратится в бомж. А мы еще боремся, чтобы у нас не было бомжей. Выкидывают на глазах, говорят, пишут, и все бесполезно. Для меня вот этот баби-бунт, который случился, я по-другому не могу назвать, это женщин, которые кричали и молили о помощи. Конечно, наказывать нужно не их, а наказывать нужно все-таки вот этого облезлого мачо, ловеласа. В полиции обещали провести проверку и разобраться с любвеобильным мачо. Но вместо этого одна из жен, Елена Медведева, оказалась за решеткой. Полиция обвинила медсестру поликлиники в организации убийства Баранова. Меня Медведеву сказали. В результате суд приговорил медсестру Елену Медведеву к четырем годам лишения свободы. А облезлый мачо Валерий Баранов опять свободен и в поисках новой любви. Здравствуйте, Валерий. Можно с вами пообщаться? Убери камеру, говорю. А можно с вами пообщаться-то? Я думаю, что на самом деле у Елены не самая лучшая ситуация. И даже обманутая жена, бывшая или нынешняя, даже если она потеряла средства в этом браке, это все равно не дает права на привлечение к решению своих проблем киллера. Жену в психушку под бок молодую любовницу. Так решил семейный вопрос престарелый бизнесмен Владимир Столповский. Ну, привет. Здравствуйте. Живы и здоровы. Но без цветов. Да, зачем они кому нужны? Ну, рассказывай, как жив. Прекрасно. Валентина Столповская начала свой меховой бизнес в лихие 90-е. Нужно было кормить детей и как-то выживать. Я начинала свой бизнес с Дели, с Индии. Возили мелочи, потом переходили более крупному. Это привозилась норка и торговалась на центральном рынке в палатке на улице. Постепенно дом стал полной чашей. Супруги стали выезжать за границу. Отдых в Болгарии и Греции, в Турции и в Китае, дорогие отели. Валентина с удовольствием показывает свои покупки и вспоминает совместные поездки с мужем. Вот это привезено с Турции. Это Турция. Это эксклюзив. Это мебель. Вот это мебель. И мебель вот эта кожаная. Это с Китая. Сама лично себе привозила по тем временам. Палат – это Индия. Со временем Валентина стала замечать, что из дома стали пропадать вещи. Сначала женщина недосчиталась подушек в спальне, а потом и вещей в шкафу. Я не для себя это привозила, а именно для сына. Там, ну, приданные, то есть, все в пакетах, все в упаковках, все в комплектах. Все самое красивое и самое ценное. Я думаю, что женщины просто не хотят слышать, настраивать свои локаторы на мужчину и чувствовать его, понимать, что ему чего-то не хватает. Где-то в сексе, где-то в отношениях. Поэтому он так старательно разводит свои семейные отношения по нескольким ячейкам общества. Глаза женщине открыли соседи. Муж завел любовницу. Втюрился всерьез и готов был бросить к ее рогам все добро, совместно нажитое с супругой. Но продолжал сидеть на двух стульях. Когда он понимает, что он перетаскал это все и его, опять-таки, не берут, он ставит задачу, видимо, или там условие поставили, забрать трехкомнатную квартиру. По словам Валентины, муж с другом приехали на дачу. Хорошо посидели, выпили, после чего супруг устроил кровавую разборку. И как-то свалил, ударил я, упала. И он очень сильно придушил, что я потеряла сознание. Я просыпаюсь на том этапе, что, переворачивая ее на спину, мы сейчас будем шить ей шизу. Несмотря на все просьбы женщины, муж вызвал бригаду психиатров. Шизу пришить не получилось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина совершенно здорова. Но когда через неделю она вернулась домой, то поняла, для чего муженек поместил ее в клинику. Когда я вышла из больницы, я обнаружила кражу всего. Документов, денег, почти 300 тысяч. Должен вам сказать, что эта ситуация довольно распространенная. Потому что лишить жену квартиры с помощью психиатрии в провинции, во всяком случае, это дешевле, чем действовать другими способами. В результате Столковская обратилась в суд, и мужу дали условный срок. Но Валентина еще долго шарахалась при виде уже бывшего супруга, с которым прожила 36 лет. Рекомендации мои для женщин, которые что-то имеют, это первое. Не общаться с мужчиной, который имеет существенно меньше. Оформлять какие-то там, знаете, опасные документы, держать такой заряженный револьвер в сейфе против своего мужчины. Любви все возрасты покорные. Вот только расплачиваться за свои нежные чувства 80-летнему мачо приходится в полиции. То есть была любовь у вас? Да. Она старше на год. Мне вот будет с 7-го года 79, а я, наверное, будет 80. Она – это Галина Саблина, 80-летняя любовница пенсионера, с которой он познакомился по объявлению в газете. Старая жена Отто Генриховичу надоела, и он пустился во все тяжкие. Душа требовала свежих ощущений. Ну, жена уже никакая, понимаете? Ну, ему со мной как бы интереснее поговорить. С любовницей было интересно не только поговорить. Галина ухаживала за Отто, читала ему книжки, варила кофе и втайне надеялась, что пожилой мачо все-таки уйдет к ней навсегда. Но Отто Генрихович не торопился. Он был тертый калач. А жена-то знала? Не знала. Она спросит меня, куда едешь? Я говорю, к другу. Я все время говорил, к другу езжу. Поездки к другу длились полтора года. Но тут к пожилому ловеласу нагрянула полиция. Оказывается, любовница пенсионера написала на него заявление. Бабушка утверждала, что ее сожитель украл у нее будильники. Отто Генрихович был вне себя. Да ее в жизни никогда не было там, понимаете? Не было там. Они стояли на стуле, я как чувствовала. Убрала их под сервант. Нет. Вышла на кухню, вхожу, смотрю, будильников нет. Я говорю, ты брал будильники? Ну нет. А если он принесет вам бы как? Нормально? Я его больше в жизни своей не хочу никогда видеть. Не слышать, не видеть. В результате дело закрыли, а любвеобильный мачо вернулся к жене, которая так ничего и не узнала. Ольга, я только тебя люблю. А это дрянь. Я бросил ее. И далеко ездить не хочу я. Все. А как вы поняли, что жена-то роднее? Что она лучшая на свете? Ну, а зачем? Ну, зачем? Мне года уже, елки. Зачем? Так жена-то самая лучшая все-таки? Ну, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok